Ну что, объявляем официальный старт сегодняшнего эфира. Меня нормально слышно, да? Да, хорошо слышно. Микрофон в коробочку ушел туда, получается. Слышно, не слышно. Ну что, друзья, коллеги, мы продолжаем нашу серию эфиров про игры, которые можно играть на уроках английского языка с вашими детьми. И сегодня будем говорить про игру Cypherx на тренировку Present Simple. И Дэли Ла Рутвин. Давай, наверное, начнем не с игры, а начнем с вопроса. Да, у меня такой вопрос. Мне просто интересно твое мнение. Я, как ты знаешь, много работаю с педагогами, да? И многие считают, что игры стоит проводить только в самом конце урока, да? На стадии продакшн, когда уже все, урок заканчивается, поиграли, и все веселые пошли домой. Вот что ты по этому поводу думаешь? Можешь поделиться? Ну, тут вопрос такой, а вы видео тоже смотрите только один раз на уроке в конце урока, да? Вот. Да, есть к игре вот это вот отношение, что игра – это такая вишенка на рторте, это такой ревод, да, который мы делаем нашим студентам за то, что они хорошо поработали. Вот. Ну, на самом деле, как я считаю, что игра – это такой же методический инструмент, как видео, аудио, тексты для чтения. Мы же знаем, в какой момент текст для чтения нужно использовать на уроке. Причем мы знаем, что есть разные тексты для разных целей. У вас может быть presentation text, на котором вы лексику либо грамматику вводите. У вас может быть текст для отработки скиллов. У вас может быть текст для введения какой-то production activity, да? Ну, на основе которого вы потом discussion будете еще какой-то строить, да? Может быть, такой вопрос. С видео то же самое. Вы же делаете видео, смотрите, чтобы это был любимый урок, да? Вы можете смотреть видео как основной, ну, текст, да, на котором вы основываете потом для развития там listening skills, да, дальнейшего для развития speaking skills, да, какие-то штуки. Вот. Так вот, игра, на самом деле, то же самое. Разные игры есть. То есть игра – это не просто что-то игра и игра, да? Игры бывают разные. И если вы понимаете, какая игра у вас, и понимаете, на каком этапе она подойдет, то это будет мощный буст к вашему уроку. То есть игра – это не про развлечение. Игра – это про то, что у меня есть какая-то проблема на уроке, и я эту проблему хочу решить с помощью игры. Смотрите, если мы вообще на все игры, которые у нас вот, ну, которые мы обычно используем на уроках, так посмотрим, то мы можем разделить их на прям настоящие игры-игры. Это вот, это все игры тренди-энджи, где у вас есть игровая цель, и вы с помощью различных стратегических, там, изысканий, да, двигаетесь к этой игровой цели. Вот, то есть от meaningful choices, от того, какие вы выборы делаете в игре, зависит ваш выигрыш. Как, по-моему, мы на прошлом эфире говорили, что хорошим примером вот таких вот настоящих игр является у нас, допустим, Battleships – морской бой. Ну, вы же все время думаете, куда вам выстрелить. Или из простых Memory. Это тоже такой же пример, потому что вы открываете карточки, вы думаете, вы же их не рандомно открываете, если вам больше шести лет, а вы думаете, окей, я открою вот эту, потому что я не знаю, что там лежит, но я помню, что лежит в другой карточке, и если они совпадут, я ее открою. То есть, ну, тут нужно думать, только дети маленькие играют в Memory как рандом. Вот. Дальше у нас есть большой такой спектр игр, которые называются Competitions. Ну, на самом деле, это не игры, а Competitions. Сюда можно отнести, допустим, Добль, потому что тут все зависит от вашей реакции. Не столько знаний, ну, не только знаний, умений планировать, и не столько это, а именно физическая какая-то реакция, да, насколько вы быстро это сделали. Ну, и на примере Добль у нас что еще? Вот различный слэп-гейм, да, могут быть, когда вы там карточки раскладываете на столе, допустим, ну, вот я делаю, студенты у меня ходят вокруг стола, я называю какое-то слово, они, ну, кто первый хлопнет по карточке, тот победил, да. Это Competition, это не игра, вот смена на Full Choice, это Competition. Running Dictation, тоже, ну, пример вот такого вида активности. Что происходит в Running Dictation? Тут же не только тот, кто самый умный, но еще самый быстрый, кто быстро добежит, кто быстро умеет писать. Ну, как правило, в Competitions очень много каких-то физических еще вещей задействовано. Вот. Потом у нас есть следующая группа игр, это так называемый Parzels. Это когда-то есть только один правильный вариант ответа. Если ты не знаешь правильный вариант ответа, то ты не можешь выиграть. Пример Кахут. То есть это не игра, это и не Competition, на самом деле это пазл. Любые кроссворды, вордсёчи, они сюда относятся. И есть еще такой огромный пул игровых активностей, которые это просто игровые активности какого-то рода интерактив. Это все наши FlashCut Games, где ничего там выигрывать не надо, да, где просто какими-то карточками вы как-то вот привлекли внимание студентов. Это намного эффективнее, чем просто открыли учебник, делаем упражнение 2 на странице 53. Вот. Но это интерактив просто, это не игры. И вот смотрите, вот эти типы игр, они разные типы игр, на разных стадиях урока хорошо заходят. Когда вы только вводите что-то новое, новую лексику или новую грамматику, мы не играем в игру, почему на начальных этапах, ну, потому что тут еще с языком надо разобраться. Но чтобы обучение происходило быстрее, эффективнее, первичное закрепление лучше делать в виде вот каких-то интерактивных игровых активностей, но очень таких простеньких, да. Что касается паззл, вот эти все кахуты и все очень кроссворды, это идеальный вариант проведения ассессмента. Что запомнили? Вот их как раз в конце или на ревижн в начале следующего урока, да, а что у меня осталось? Даже та же ходилка-бродилка чудесно зайдет в виде паззла, да. Ну, ты бросаешь кубик, переходишь по клеточкам и правильно отвечаешь. То есть это ты знаешь или не знаешь правильный ответ. А дальше на тренировку, на дрил, на практику уже, ну, какой-либо новые там наши лексики или грамматики, сюда зайдут либо competitions, ну, там нужно смотреть по возрасту детей и по стадии групповой динамики развития. И сюда очень хорошо заходят настоящие игры. Почему? Потому что что такое practice? Practice вот на состоянии дрила, когда вам нужно, ну, чтобы студент запомнил какую-то, допустим, грамматическую конструкцию или какие-то слова, ему нужно от 50 до 150 раз это произнести. Ну, и, конечно, просто вот так давайте хором попроизносим, эффективно. Ну, кто будет это делать, да, и вы сами наверняка такое со студентами не делаете. А вот в игре, где фокус сдвигается с языка на игровую цель, это чудесно работает. И вот у нас в Trending English Games есть целый блок игр на тренировку грамматики на одной единственной механике. Вот чемоданчики, она называется Quotas, Set Collection, ну, много названий, но смысл какой? Задавая вопросы в одной грамматической структуре, ну, это такое, подстановочное упражнение получается, да, подставляя там просто разные части лексические, вы все время задриливаете одну и ту же конструкцию. И получается, что студента потом ночью разбуди, он вам эту конструкцию в нужный момент спокойно на нее отреагирует, да. Вот. И вы не даете баллы за то, что ты правильно сказал. У вас студент побеждает тогда, когда он игровой цели достиг. А если он делает ошибки, вы просто тихо ходите кругом, вы повторяете, ну, как с маленькими детьми. Не абака, а собака, еще раз, да, не абака, а собака, да, нужно сказать. В общем, вот так вот происходит. В общем, игра должна быть в правильном месте. У нас как-то, по-моему, на первом самом запуске Академии Игропедагога, еще тогда у нас называлась, мне одна из наших коллег, которая училась, говорит, Лен, ну, фигня с играми получилась. Я говорю, взяла игру «Levo Parads». Знаете, это когда берешь карточки, флеш-карты, показываешь флеш-карту студентам и называешь слово на флеш-карте. Если то, что ты сказала, то, что на флеш-карте совпало, то студенты должны повторить, а если не совпало, то не должны повторить. Но она сказала, у меня группа, ну, она преподаватель итальянского, у меня взрослая группа, мы поиграли в эту игру, вообще взрослые сказали, что за ерунда, ну, давайте лучше нормально заниматься. Мы начинаем разбирать, а что произошло на самом деле. Произошло следующее. Она эту игру играла в конце урока, ну, как вот ты говоришь, да, в конце урока, после продакшн даже уже сейшные студенты выучили эту новую лексику, отработали, в виде продакшн уже это все продемонстрировали, и потом вдруг зачем-то им предлагают играть в эту игру. Понятно, если бы они хотя бы это играли на следующем уроке в начале, это был бы ревизион. А здесь, понимаете, методически это совершенно было необоснованно, и если у вас особенно уже осознанные взрослые ученики, ну, они-то понимают, что что-то, ну, логики нет, и поэтому они говорят, что нет, давайте это делать не будем. Если вы работаете со взрослыми подростками, вот, ну, для меня взрослые это как от 14 лет выше, как правило, они тоже уже очень четко чувствуют, что полезно, что не полезно. Вот, это, ну, чем младше, они за любую движуху, но там уже вся ответственность на вас, как на преподавателей, не надо тратить время в пустую, и неправильно, да, вы должны игру приносить в методически нужный момент для этой игры. Ой, что-то я очень много, такая, знаешь, такая, на любимую тему съела. Но, мне кажется, очень понятно получилось, да, что есть разные виды игр, и можно, получается, весь урок строить, ну, вот, по играм, да, но только нужно понимать, в какой момент, какой формат игры используют, да, и понятно, что мы урок не начнем с какого-то дрила, если мы еще, да, со студентами не выучили нужную лексику или грамматику, ну, или как вот ты привела пример, в конце урока проводить что-то просто на повторение, да, студентам будет непонятно, зачем это делать, если мы только что это сделали уже в более сложном виде, да, то есть по уровню сложности, да, получается, от простого к сложному. Как в методике, да, мы же в упражнениях так идем. И знаете, еще вот такой вот момент, 95% случаев наблюдают, что преподаватели на отработку нового материала дают не игры и игры, а дают либо competitions, либо puzzles. Ну, когда тебе нужно уже, ну, competitions еще ничего, но если это puzzle, когда тебе начисляют победный балл за правильный ответ. И, понимаете, когда вы только дрилите новую конструкцию, это достаточно обидная ситуация для слабых студентов и достаточно обескураживающая для сильных студентов. Ну, потому что сильный все равно, ну, все, уже понял, все, сделал, он победит, слабый он, ну, он, скорее всего, проиграет. В итоге никому не хочется потом играть, потом он тоже должен начинать, ну, зачем будем играть, давайте не будем. То есть, ну, на стадии дрила, competitions еще можно, если это такие, ну, в возрасте, там, от 9 до 12 лет хорошо заходят. А дальше я бы все-таки в сторону настоящих игр смотрела. Ну, то есть для меня game, вот именно, ну, в английском есть game play, есть game, да, вот именно games meaningful choice, вот это вот на practice stage лучше всего заходит. Ну, давай, наверное, теперь перейдем к игре, собственно говоря, Cybers, которую мы хотели напомнить, да, и показать какие-то варианты ее использования. Так, правила кто расскажет, ты или я? Ну, давай ты. Я, насколько помню, это самая первая, да, игра, которая появилась на этой механике. Да, мы с Ирой Мудрециной эту первую игру сделали. Вот, смотрите, там, какой у вас сюжет, почему сюжет киборгов, как он у нас возник, я уже не помню, но это такой спин-офф, у нас есть большая игра Ингрид. Что такое большая игра? Это игра, которая прям с погружением несколько уроков играется, ну, там, у нас 3 или 4 урока, где каждое упражнение, каждое действие на уроке, оно с точки зрения сюжета обосновано и с точки, ну, и есть игровая какая-то механика. Вот, мы потом в описании к видео ее приоттачим, да, и там в Ингрид, игра написана в 2015 году, искусственный интеллект начинает очень сильно развиваться и пытается take over the world, но не для того, чтобы искусственный интеллект был неплохим, Ингрид эта система, да, просто не понимала человеческой сущности и какие-то вещи, которые присущи людям, но считала, что это противоестественно и начинала бороться с ними. Ну, и там моральный посыл у нас от игры, что все-таки, ну, в человеке важна человечность, ну, никакой искусственный интеллект нас не может заменить. Вот, ну, надеюсь, не заменят, это наши игры второческие. Мы там победили в конце игры, там все хорошо было. Вот, и по сюжету, когда мы уничтожаем искусственный интеллект в том виде, в котором он был, у нас несколько киборгов сбегают, и нам нужно поймать этих киборгов для того, чтобы их деактивировать. Вот, и у студентов, ну, то есть цель какая? Вот, смотрите, есть вот такие карточки. Мы пока не поймали, киборги же выглядят так же, как люди, мы не знаем, это робот или человек. Вот, и у нас они все называются SASP, подозреваемый. То есть мы собираем четыре карточки с номером одного подозреваемого. А потом уже принимаем решение, читая, что этот подозреваемый делал в течение дня, ну, он логичные какие-то действия выполнял для живого человека, или он делал что-то странное. И с точки зрения методики мы здесь тренируем вопросы, present simple, и у нас лексика идет по теме daily life. Ну, такая уровня А2, то есть это не почистить зубы, причесать волосы, а там... Кстати, вот тут очень такая простая в этой картине как раз идет. Ну, там, может быть, hang out with friends, help parents, go home. Ну, чуть-чуть такого более высокого уровня. Ну, такое А2, да, начало А2. Вот, и как механика выглядит? У вас есть... Вам нужно собрать вот такой набор из четырех карточек. Вот видите, у меня есть здесь in the morning, in the afternoon, in the evening и at night, и действия, которые этот подозреваемый делал. И вот у меня на первой карточке in the morning wake up, да, жирным выделено, на второй карточке in the afternoon have a shower, выделено жирным. И, по идее, мне нужно собрать четыре карточки, чтобы вот все части дня были помечены каким-то действием, выделенным жирным шрифтом. А когда карты раздаются, у меня, может быть, на руках только вот эти вот две карточки есть. То есть мне, соответственно, нужно найти у других студентов вот эту вот позицию и вот эту. Как я буду делать? Я буду спрашивать, задавать вопрос, does your suspect get dressed in the evening? Мне вот тут очень нравится, что мы еще и дрелим in the evening, in the morning, in the afternoon, at night. Ну, вот эти вот предлоги. Потому что студент постоянно это путают, особенно на низких уровнях. И если человек, которого я задала этот вопрос, у него вот здесь вот, напротив, in the evening, жирным отмеченное действие есть, он мне эту карточку отдает. Если нет, он говорит, сурайлер, но уход переходит. Мы можем попробовать как бы сыграть. Давай попробуем продемонстрировать. Я задаю вопрос. Ну, смотри, вот, допустим, там раздается по пять карт. Да, у меня есть. Вот, у нас есть на руках пять карт, которые рандомно нам раздали. И вот, да, давай, Наташа, ты первая хочешь. Игру можно играть вдвоем, если вам one-to-one lesson нормально играется. Ну, и там мы пишем пять-шесть игроков максимум. Помните, что если у вас группа больше, чем шесть человек, вы просто парами сажаете своих студентов, и два человека – это один игрок. Ну, давай попробуем. Does suspect number two get dressed in the evening? Ну, нам можно does your suspect просто. Yes, he does. Сейчас, смотрите, еще вопрос, краткий ответ тренируем. Я схидас, все, Наташа у меня забрала эту карточку. У нее был успешный ход, поэтому она дальше ходит. Does your suspect go to school at night? At night, то есть я смотрю просто на нижнюю карту, ну, на нижнюю часть карточки, где у меня at night. А, нет, такой. Yes, he does. Наташа невероятно удачлива. Она даже еще не слышала, что у меня есть, да, уже. Так, у меня сет собрался из четырех. А, у тебя сет, да? Вот, смотрите, вот Наташа тут с первого двух шагов повезло. Ну, вот. А на самом деле, что происходит со студентами? Студенты слушают, кто про какого, ну, кто про что спрашивает, и они слышат. Ммм, она спросила go to school at night. У нее нет этой карточки. Раз она спросила, скорее всего, у нее это suspect number two, потому что, ну, карточки-то уникальны. Но если здесь go at night, значит, вот это вот, я уже про это могу тоже спрашивать. То есть я могу таким образом вычислить, какая карточка у Наташи есть. Хорошо, после того, как Наташа собрала целый сет, она теперь должна решить, кто это, киборг или человек. Давай, Наташа, рассуждай. Ну, это вот такой стандартный вариант игры. Да, то есть мы отрабатываем фактически вопросы и вот распорядок дня. А что еще можно сделать с этими карточками? Ну, у нас вот все время сейчас преподаватели спрашивают, ну, а что, вот я поиграла один-два раза, а что потом? Ну, смотри, давай, наверное, еще скажем о том, что кроме general questions можно же задавать еще special questions, да? Потому что у нас у всех есть in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, и есть, ну, вместо имени, как бы, саспект номер какой-то, да? Да, и это значит, что мы можем задавать вопрос, например, what does suspect number one do in the morning, да? И если у тебя выделено это жирным, соответственно, ты можешь мне ответить про это. Да, и у меня получится тогда, что я прям в третье лицо, да, еще и... He has lessons, тут написано, допустим, у меня have lessons, he has lessons in the morning. Я просто не помню, какой-то... Ну, да, то есть получается, что мы можем отработать и special questions, и еще потренировать, да, чтобы студенты давали не просто краткий ответ, а отвечали в третьем лице и тренировали вот это окончание S, да, которое все время куда-то девается. Ну, смотрите, можно на самом деле еще, наверное, просто использовать как карточки для Miming Game, если вы с лексикой работаете, ну, вот у меня карточка, где выделено have lessons, ну, то есть будет вопрос, what do you do every day, допустим, да, я первый игрок, у меня have lessons, я как-то это показываю, и студенты пытаются догадаться, что я показываю, вот. Так, ну, смотри, мне кажется, что можно еще, ну, это будет не игровая активность, да, это может быть на speaking что-то, но здесь можно еще и отрицательные конструкции потренировать, да, когда студент вытаскивает, например, карточку, и ему нужно про себя сравнить, да, то есть вот здесь вот некий suspect number two, там, he wakes up in the morning, ну, и студент может сказать, да, там, it's true, I wake up in the morning, не знаю, this suspect has a shower in the afternoon, I don't have a shower in the afternoon, I usually have a shower in the evening, да, например. И вот таким образом пройтись. Можно вот эту активность переложить на баскетбол, когда ты выкладываешь на полу вот эти карточки, да, ты идешь вдоль вот этой линии карточек и говоришь, смотришь только на жирно выделенные глаголы и говоришь именно про себя, да, I go to bed at night, I have lessons in the morning, I brushed teeth in the evening, у меня тут все такое прям, I don't go to school, I don't go to school in the evening, да, ну, и мы следим просто за языком, если человек делает ошибку, то он останавливается и мяч в корзину, которая в конце этой линии стоит, закидывает, да. Вот вариант предложенной того и активности мы немножко более гемифицированной сделали. Да, то есть с какой-то такой еще целью, да, не просто рассказать, а бросить потом, да, мячик, чтобы попасть в корзину, например, еще куда-то. Я думаю, что вот эти карточки можно использовать, раскладывая их, например, в поле три на три и играть что-то типа крестиков, ноликов или лабиринт или еще что-то, да, тоже составляя предложения с выделенной фразой, да, для того, чтобы, например, не писать это самостоятельно на доске, можно воспользоваться данными карточками. Вот, и мне еще в голову пришла, на самом деле, активность, она, наверное, не для начального уровня, да, но в этом, может быть, и заключается вся прелесть, да, что если у вас есть такая карточная игра, то вы ее можете еще и с другими своими учениками попробовать, да. То есть вот здесь я так, насколько, ну, мне кажется, есть какая-то такая штука, она называется брейгин, что ли, когда нужно, ну, что-то доказать, да, вот, несмотря ни на что, нужно доказать, что ты прав, вот. И получается, когда у нас есть карточка и здесь есть, ну, какие-то вещи нереальные, можно постараться объяснить, почему, да, ты там вдруг оказался, почему ты вдруг это делал, да. Ну, давай что-нибудь такое сейчас поинтереснее. Да, или что-нибудь, ну, здесь вот простые I watched TV at night, там, не знаю. Вручение Оскара смотрела на трансляцию с ночью. Может быть, да, может быть, или какой-то был этот, какая-нибудь премьер-лига или еще что-то, да, final, cup final was at night. When do I go out with friends in the morning and why I'm not at school at the weekend or when I have my summer, spring or autumn break? Да, здесь получается, наверное, ну, не то, что present simple, да, а именно вот умение объяснить здесь, наверное, прошедшее время, да, может использоваться или какие-то модальные глаголы, да, it might be. Да, you might have been present perfect continuous с модальными глаголами, present perfect, perfect infinitive с модальными глаголами supposition, да, you might have been or you must be, ну, что-нибудь такое, да. Можно, чтобы другие, да, погенерили тебе идеи, а почему ты это делал, то есть ты придумал свое объяснение, а другие пусть позадают вопросы, да. Можно еще поискать киборгов. Вот смотрите, я сейчас подумала, я отобрала три карточки. Ну, вот, допустим, одна более-менее нормальная, ну, как мне кажется, человек может делать have lessons in the morning, do homework in the afternoon, go out with friends in the evening and watch TV at night. Ну, в принципе, люди такое часто делают. И взяла две карточки других саспоктов, немножко со странными уже действиями. Go out with friends in the morning, watch TV in the afternoon, help his parents in the evening, но play sports at night. Ну, как бы спортом заниматься ночью. Ну, я знаю таких людей тоже, но обычно нет. Скорее всего, нет, чем, да. Listen to music in the morning, have breakfast in the afternoon. Ну, понятно, после теперь твоей вот примеры игры мы можем теперь все обосновать, почему это так может быть, да, но обычно нет. Wake up in the evening, have a shower at night. И вот у меня в игре получается три саспокт, ну, не в игре, в активности будет саспокт номер один, номер четыре, номер пять. Я студентам карточки этих саспоктов тоже раздам другие, чтобы они видели, какие они действия делают. Нет, не раздам. Я просто им напишу глаголы, которые, ну, можно использовать с этих карточек, да. И дальше я просто, допустим, на доску вешаю вот эти три карточки, говорю, ну, номер один, номер два, номер три, и они как бы роллплей такой со мной проигрывают с каждым из этих саспоктов. Они меня допрашивают, задавая различные вопросы, и исходя из моих ответов, а я отвечаю, ну, исходя из моей карточки, я, ну, они должны понять, киборг я или человек. Вот. Ну, и в принципе, можно же такое в мини-группах их посадить там по три человека, ну, они каждый один берет, загадывает, да, вернее, выбирается чисто три карточки, но остальные начинают его спрашивать. Ну, такая будет вот тоже speaking activity небольшая. Да, то есть можно сделать демонстрацию, например, со всем классом, чтобы они поняли, да, как эта активность проходит, и потом, например, чтобы они самостоятельно в группах, ну, в тройках или в парах, да, если у вас небольшое количество учеников попрактиковались. А мне еще, знаешь, какая возникла идея, то есть можно попробовать дальше тренировать вопросы, да, и не только спрашивать, например, what does he do in the morning, да, и так далее, а можно задавать дополнительные вопросы, да, то есть, например, у студента есть карточка, и здесь написано, have lessons in the morning, и, соответственно, вопрос можно уточняющий задать, да, не знаю, what time your lessons start, да, или там how many lessons do you usually have, то есть какие-то дополнительные вопросы, чтобы, ну, выйти за рамки, и такой speaking, да, вот можно даже, наверное, в формате какого-нибудь факта игры, да, сначала написать эти вопросы, а потом уже поотвечать, пообсуждать, да, и рассказать, что у них получилось. Вот, или там, не знаю, go out with friends in the evening, where do you usually go, не знаю, там, how many friends have you got, да, how do you spend your free time with your friends, и так далее, да, и заодно вот форма образования вопросов здесь тренируется. А, ну да, и вообще это сделать как сервер-таблицу, тебе нужно, ну, милый на активице, да, ты ходишь по классу, тебе нужно, а у каждого студента есть одна из карточек одного из соседей. Да, есть одна из карточек, и ты, да, вот это тоже такая, наверное, уже на продакшн, когда тебе нужно сразу сориентироваться, да, то есть студенты именно ходят, и видно всем, что у них написано, да, и вот чтобы разговор состоялся, нужно подумать, какой вопрос уточняющий задать, потому что глупо спрашивать, ты гуляешь с друзьями утром, тут и так это написано, да, нужно вот что-то другое спросить. Ну вот, кстати, если вы работаете онлайн, эта игра Cybergs, она есть на платформе знания. В ее, как это, каноническом варианте в варианте ее можно поиграть там, да. Да, как по классическим правилам, с ней можно сыграть на знаниях. Но я думаю, в двух вариантах как минимум, да, это General Quatients и Special Quatients можно это сделать. Да, если у вас есть карточная игра, то вы можете попробовать все те еще там пять или шесть, по-моему, вариантов, да, о которых вы сегодня рассказали. Ну что, наверное, мы на этом будем сегодня заканчивать, да? А, мы хотим... А, давай пригласим еще, да, поиграть, подержать карточки в руках или попробовать, как это работает в онлайн. У нас сейчас проходят игротеки по городам. Мы обязательно оставим ссылку на регистрацию, да, мероприятие бесплатно, но нужно зарегистрироваться, чтобы, ну, мы понимали, кого ждать. И можно будет поиграть в разные игры карточные. И игротека онлайн у нас будет в это воскресенье, 21 апреля, если я не ошибаюсь, 9 утра по Москве. Тоже ждем желающих. Будем играть на платформе знания. Если вы еще не знаете, как играть онлайн, это тоже такой способ познакомиться и понять, как это работает, как это выглядит. Так что всех ждем. Приходите. В игры надо играть. Про игры не надо не слушать. В игры надо играть, чтобы понять. Это точно. Спасибо, Лен, тебе. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok